Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые слушатели Директ-Академии! Ну вот мы с вами и добрались до последнего вебинара нашей вебинарной недели. Сегодня наш вебинар проведет Татьяна Телегина, наша постоянная ведущая. И вебинар будет посвящен международным стилям оформления библиографических ссылок. Но, как всегда, прежде чем предоставить слово нашему ведущему, несколько слов о Директ-Академии. В самом начале нашего чата располагаются четыре полезные ссылки. Первый из них ведет на наше расписание. И в этом расписании вы сможете зарегистрироваться на все вебинары до конца нашего учебного года, до июня месяца. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на Ютьюбе. И на нем через некоторое время будет размещена запись и этого вебинара тоже. А вообще там хранится уже около 400 записей наших вебинаров. Третья ссылка ведет на страницу нашего сайта, посвященному онлайн-обучению. Это страница онлайн-курсы. И там предложение восьми наших курсов, которые можно пройти онлайн. Последняя ссылка ведет на страницу, где можно... Страницу выдачи сертификатов, где после окончания нашего сегодняшнего вебинара вы сможете приобрести свой сертификат. А также все свои сертификаты по всем вебинарам, которые вы посетили с сентября месяца. Ну и наконец я хотел бы проанонсировать три следующих вебинара, которые у нас состоятся уже на следующей неделе. 17 числа декабря в понедельник в 12 часов Наталья Логачева проведет вебинар «Тема диссертации. Как выбрать, обосновать и писать с удовольствием». 18 декабря в 12 часов пройдет мой вебинар. Это третий вебинар из четверки вебинаров, из короткой тетралогии до цикла вебинаров про учебное видео. Вот, третий вебинар будет посвящен записи учебных роликов и называется «Внимание, мотор! Записываем учебный видеоролик сами». Наконец, в среду, 19 числа в 15 часов Марина Орешко проведет вебинар «Что нам стоит квест построить? Создаем библиотечные квесты». Вот, пожалуйста, регистрируйтесь на эти вебинары. Я хотел бы также отметить, что 19 числа в 15 часов одновременно с Мариной Орешко будет проходить мой вебинар, но не в Директ Академии, а в организованной компании «Ракурс». Так что 15 числа я на вебинаре Марина буду отсутствовать, но, надеюсь, она и сама проведет его, как всегда, блестяще. Ну что ж, а теперь я с вами временно прощаюсь и предоставляю слово Татьяне Телегиной. Провела сегодняшний вебинар. Татьяна, прошу. Спасибо большое, Павел Юрьевич. Мы начинаем нашу сегодняшнюю встречу. Начинаем традиционно. Пожалуйста, поставьте плюсики в чат, хорошо ли видно, слышно, видно ли рабочий стол. Ага, спасибо. Презентация в открытом доступе есть в папке «Ресурсы», справа на верхующем значок «Папка», и забираем презентацию себе по сегодняшнему вебинару. Ну, плюс еще будет два файла, которые я открою и дам их тоже вам по ходу уже нашей сегодняшней встречи. Сегодня мы продолжаем наш разговор о международных стилях оформления библиографических ссылок. И у нас с вами будет два основных вопроса. Еще раз быстренько вспомним, глубоко не вдаваясь в подробности про оформление, какие есть стандарты, какие есть схемы оформления библиографических ссылок, основных стандартов. И второй вопрос, вот здесь при загрузке презентации системы сыграла небольшую шутку, убрав часть текста из вопроса. Это генераторы, сервисы, пособия, то есть те помощники, которые могут помочь нам в освоении вот этих премудростей, оформлении международных стилей. Вот поэтому приношу и сразу извинения за такую техническую шутку загрузки презентации, но ключевое слово обзор, оно осталось. Я покажу вам несколько генераторов, которыми можно пользоваться. Есть генераторы, есть такие автоматизированные сервисы, которые помогают нам создавать ссылки в соответствии с международными стандартами. Ну и кратко посмотрим плюсы и минусы. И в конце я попрошу вас сделать такой выбор, проголосовать, посмотреть сегодняшний наш вебинар по материалам, которые мы с вами разберем, проголосовать за тот или иной генератор. Посмотрите, и небольшое практическое задание у нас с вами в конце будет. Ну для тех, конечно, кому это доступно, если вы смотрите с мобильного телефона или с планшета, может быть, не совсем получится открыть вкладку и посмотреть вживую этот генератор, попробовать его на себе. Ну тогда просто используя вот те описания, которые мы сегодня с вами разберем. Итак, про возможные стандарты для публикации в иностранных изданиях. Их достаточно много. Самые популярные, которые чаще всего нам встречаются, это вот те восемь стандартов представления библиографических ссылок, которые здесь представлены. Ну вот первые четыре это наиболее, наверное, популярные такие хедлайнеры, лидеры международных стандартов, международных стилей описания. Но на самом деле их гораздо больше. Создано это, как говорят, для удобства авторов при составлении референсис. Ну так сейчас, да, кто-то, наверное, удивится, какое же тут удобство. А вот еще одни стили, которые тоже могут встречаться в тех или иных изданиях, в требованиях к оформлению. Чаще всего встречается АМА, ассоциация менеджеров или медицинская ассоциация, социологическая ассоциация. И кто-то мне еще попадался из них, да, кто-то еще из них мне попадался. Сейчас уже не вспомню, да, но вот АМА и АСА, они чаще всего встречаются. Ну вот такое, казалось бы, обилие стилей, как в них разобраться, у каждого свои требования, у каждого свои правила. Но здесь есть и позитивное для нас. Все стили описания, все национальные стандарты, все государственные стандарты, они строятся на одной основе. Это международное стандартное библиографическое описание или АСБД. Это стандарт, который определяет элементы данных, которые должны быть записаны и приведены в особой последовательности, и составляет основу описания для каталогизируемого ресурса. Кроме того, в этом международном стандарте используется и дается предписанная пунктуация, как средство распознавания отображения элементов данных и делает их более понятными, независимо от языка описания. Основное предназначение этого единого стандарта – это служить таким главным, наверное, стандартом универсального библиографического учета, который обеспечивает повсеместный быстрый единый формат и, соответственно, быстрый доступ к основным библиографическим данным всех опубликованных ресурсов во всех странах. Вот такой унифицирующий документ. И основная цель с самого начала – было достаточно много этих переизданий, и работа над этим стандартом идет. Начиная, по-моему, с конца 60-х, начала 70-х годов. Основная цель была и остается – это обеспечение совместимости при обмене данными между библиотеками различных стран, между библиографирующими организациями различных стран. Поэтому основные принципы и положения, на которых базируются все государственные и национальные стандарты, они все равно соотносятся с этим международным стандартом библиографического описания. И это же касается и стилей. Поэтому, как бы они ни отличались, сколько бы их много не было, но основные элементы, основы, основные знаки, предписанные пунктуацией – это все практически единообразно. Да, есть нюансы, естественно, они есть. Но если уловить, как говорится, саму структуру, уловить вот эти принципы и правила, то легче становится ориентироваться во всех стандартах. Поэтому, если хорошо знаешь хотя бы свой стандарт, разобраться в чужих гораздо проще, гораздо легче. Тем более, есть помощники, которые помогают нам это сделать. Ну, опять же, знать основы и образцы все-таки необходимы даже для того, чтобы пользоваться генераторами. Ну, вот по основным стандартам, это я уже приводила неоднократно, еще раз вставляю и буду вставлять этот слайдик, основные образцы для самых часто встречаемых описаний – это описание книги и статьи из журнала, то, с чем мы чаще всего имеем дело, по разным, наиболее часто употребляемым стандартам. Ну, вот ими можно пользоваться. Если посмотреть, то они не сильно-то и отличаются друг от друга. Есть свои нюансы с курсивами, с запятыми, с точками, ставим, не ставим, но все равно общие правила, они существуют. Тем более, есть те самые ресурсы, сервисы, генераторы и пособия, которые помогают нам облегчить работу, работая с тем или иным стандартом. Сегодня мы будем говорить только о самых часто встречаемых. Это МЛА, АПА, Гарвард, естественно, и немножко Чикаго. Турапиан, посмотрим. Какие есть генераторы? Ну, во-первых, все эти помощники можно разделить на такие две большие группы. Есть такие многостилевые или универсальные, межстилевые генераторы, с помощью которых можно создавать описания, либо узнать образцы, да, пользоваться образцами нескольких стилей. Вот с них и начнем. А потом я вам покажу вторую часть, вторая группа. Это уже конкретные помощники, сервисы и пособия по конкретным стилям. Конечно, там больше нюансов рассматривается, конечно, там больше ответов на свои вопросы можно найти, если в этом стиле мы и работаем. Ну, самые популярные из универсальных ссылки я вам тоже буду давать. И в конце я вам все ссылки на эти генераторы, которые мы рассматриваем, я их вам тоже дам в чат, поэтому не волнуйтесь. Ну, и походу тоже что-то буду вам подкидывать. Значит, первый генератор, который попался на глаза и который первый выходит в выдаче, это генератор cityform.com. Здесь несколько стилей, как раз все основные четыре стиля он рассматривает. АП Чикаго, МЛА и Гарвард. Что здесь есть положительного, какие есть нюансы. Здесь масса дополнительных ресурсов. Если пользоваться этим сервисом, здесь можно и проверку на антиплагиат проводить, и проверку орфографии, но это все по подписке. Не больше пяти проверок в месяц, сохранение библиографии и кучи других полезных приложений. Есть даже счетчик сэкономленного времени. То есть сколько времени вы сэкономили, пользуясь нашим ресурсом. Интересная вещь. Такая чисто тайм-менеджерская. Есть надстройка стиля для Ворда. Можно установить, выбрать и установить, и пользоваться ей уже в Ворде. Есть вариант для мобильной версии, но все это за деньги, все это по платной подписке тарифа премиум. Но есть и бесплатный вариант. Есть бесплатный генератор, иначе бы я его вам и не показывала. В чем есть минус? Во-первых, для использования интерфейса немножко сложен, надо попривыкнуть. Не всегда сходу понятно, что и как делать, хотя достаточно очень простая вещь, но в некоторых местах приходится соображать. И не всегда он выдает точные данные, он не всегда генерирует из тех данных, которые нам нужны. Здесь есть два варианта в бесплатном формате. Это либо автоматический генератор, автоматический поиск нужной цитаты, либо это ручная обработка. Вот что здесь есть. Вот я, например, открытой здесь страничкой, это уже выбрали гарвардский стиль. Здесь мы сразу выбираем нужный нам стиль, и открывается нужная страничка поиска. Она идентична по всем стилям. Вот. Это одно поле. Вот я его даже вам открою. Одно поле для ввода в генераторе. Но есть подсказка. Есть вкладки по типам, что мы описываем источников. Это веб-сайт, книга или периодическое издание. Вот они здесь представлены. И посмотрите, вот это удобно у них сделано, что хоть поле и одно, но здесь в каждом поле, в зависимости от того, какой типа источника мы выбираем, они пишут подсказку, что надо ввести. И по этим данным они осуществляют поиск. Есть еще вот эта четвертая вкладочка еще на Амор. Чуть попозже я ее вам покажу. Там действительно очень широкие возможности для поиска. Но что происходит дальше? Ну вот, например, я знаю автора и название книги. Единственное, что у меня есть, я ее ввожу и осуществляю поиск. Как он выдает в выдачу? А вот это уже форма выдачи. Он выдает список. Список вариантов цитат, но близких к запросу. Вывел вроде бы фамилию автора в первой вписке, она близка, но по инициалам отличается. Понятно, что это не тот автор, и скорее всего, это даже и не та книга, судя по описанию. Что можно здесь делать? То есть нужно вводить либо полные данные, которые у вас есть, для того, чтобы он искал по автору и заглавию, он искать не будет. Частично ввод данных он будет выдавать близкие результаты к запросу. И дальше можно перейти в ручной режим. Вот, например, я эту первую цитату все-таки выбираю. Но это можно отредактировать и, кстати, можно дальше поработать. В принципе, он выводит вот этот самый образец. Сейчас попробую взять карандашик. Да, вот этот вот самый образец первый. Он, в принципе, его можно действительно использовать как образец. Нажимаю на кнопочку цитата, и вот что он мне выдает. Он мне выдает возможность отредактировать мою запись. То есть я могу поменять, здесь написано, что должно быть уже в итоговом варианте. Я просто могу поменять, отредактировать, воспользовавшись карандашиком, отредактировать эту запись. Поменять инициалы, поменять год, название, не трогая знаки и не меняя формат написания, формат шерифта, оставив курсив и так далее. И тогда он выдаст мне нужную запись. Эту отредактированную запись, она может сохраняться. Но сохраняться, это не значит, что он сформирует мне весь референсис. Весь референсис и дополнительные функции, сохранение библиографии. Один из записей он сохраняет, да. Но если нам нужно сформировать список референсис и массу других еще возможностей, это все в формате премиум, это все уже идет за деньги. То есть здесь удобнее работать в таком оперативном варианте по записи. Но из плюсов, то что я вам обещала показать, вот это вот раскрытие вкладочки еще, да, что еще можно сделать с помощью этого генератора. Вот посмотрите, здесь достаточно широкий перечень, очень большой вариант, чего можно с его помощью получить образцы и немножко доредактировав, получить нужное описание. Вплоть до, посмотрите, здесь есть, да, статьи блога, архивные материалы, электронная книга в PDF, под редакции, много чего еще, подкасты и прочее. То есть выбор достаточно образцов, достаточно широкий, поэтому здесь есть из чего выбирать, но с последующей небольшой доработкой. Либо сразу вводить те данные полностью целиком, которые у вас есть, ну вот видите, в первом, в таком автоматическом выборе он не дает, дается подсказка, какие данные нужно ввести, если у вас чего-то не хватает или вы забыли, он вам выдаст не совсем корректную выборку. Второй генератор, Citation Machine, здесь для того, чтобы воспользоваться этим автоматическим генератором, в том числе и бесплатно, нужно зарегистрироваться обязательно, причем оно вам дает несколько вопросов, несколько позиций нужно заполнить в форме регистрации, вплоть до того, чтобы что указать, учитель, родитель, студент, ну в зависимости от этого, видимо, он выдает представление. Бесплатно дается тестовая трехневка, то есть это такой демо-вариант, дальше расширенные функции, опять же, вводит с плата, ну маркетинг, никуда не денешься от этого. Из минусов, бесплатный генератор есть, им можно пользоваться, но после регистрации, но есть один существенный минус, это постоянная реклама, которая начинает раздражать, особенно когда приступаешь к работе или ведешь эту работу. Предлагает посмотреть ролики и, как правило, выдает сразу несколько такой пул роликов, то есть хочешь не хочешь, смотреть надо, чтобы получить доступ на следующие 48 часов, вот это здесь присутствует, из этих трех дней, да, еще нужно уделить время на рекламу. Сходу разобраться здесь не получается, также нужно немножко привыкнуть к этой системе, а главное понять, как вводить данные. Здесь также есть автоматические два варианта, здесь есть, можно воспользоваться такой же, примерно такая же форма, как и в первом генераторе. Ввести, выбрать необходимый стиль, да, вот он здесь по трюм, Гарвардского здесь нет, только АПА, МЛА и Чикаго. Второй шаг, мы выбираем нужный для нас тип, описываем его источника, ну вот видео здесь есть уже хорошо, вдобавку к веб-сайтам. И дальше либо мы вводим всю информацию сюда и пользуемся автоматическим регистратором, генератором, либо мы можем воспользоваться ручным поиском, ручным вводом информации, вот это плюс, то, чего не хватало в первом, во втором это есть. Можно вводить, если выбираем формат ручного ввода, он нам выдает все, что нам нужно заполнить, все такими вот как блоками, контейнерами. Вот здесь я их разделила, чтобы на один слайд поместилось, это вот все в такую линейку, такой лонгрид приходится заполнять. Ну здесь более удобно, здесь более понятно, что требуется ввести, выпадающий списочек дает еще нам подсказочки и авторов можно вводить несколько. Стоит только добавить вот эту вот позицию, не забыть, если у нас больше одного автора, он добавляет вот сколько нам нужно авторов, столько мы и вводим. И дальше такое заполнение по полям, он выдает нам результат, но результат, единственное, на что здесь стоит обратить внимание, у меня больше одного автора. Я затрачиваю время, ввожу их всех, вот я их всех перечислила по-честному, как положено. А выдачи, он мне выдает описание, все мои авторы ушли вот сюда. Русские эквиваленты другие, он указывает первого автора и всех остальных, но это зависит от того, естественно, стиля, который мы выбираем. Поэтому, пользуясь любым генератором, все равно мы должны знать особенности описаний и представления информации для того, чтобы не делать лишнюю работу. Вот здесь была явно проделана лишняя работа, я просто воспользовалась генератором. Но время затрачено, усилия тоже, можно было бы и не водить так много, все равно он их всех уберет. Вот здесь, может быть, недоработано это в генераторе, очень напрашивается такой дополнительный фильтр ввода. Когда перед тем, как водить авторов, я делаю выборку, один автор у меня или несколько, и в зависимости от этого он мне открывает или не открывает нужные формы. И дальше, да, ну, здесь вот он выдает полное описание, вполне, вполне очень даже используемое и удобное. Что еще? Да, и здесь лучше пользоваться ручным вводом. Автоматически ищет слабо, очень часто выдает ссори, особенно если это русскоязычные источники, которые мы переводим, транслитируем и в дальнейшем уже пытаемся оформлять. Вот автоматический способ здесь не совсем подходит, здесь только ручной ввод. И еще один генератор из таких мультиспособных, EasyBip. Он в основном рассчитан хоть и на Чикаго Турабиа. Автоматически та же схема, как в предыдущем генераторе. Ищет список, дальше выбирай сам подходящую цитату, описание, вот как в сети формы или в сети машин. Ну, и есть и ручной ввод, которым тоже можно воспользоваться. Ну, вот та же самая, да, похожая схема, как в самом первом генераторе, но дают близкие по описанию. И дальше мы уже можем их редактировать вручную. Здесь удобная форма для редактирования, можно выбирать нужное или удалять ненужное. И в конце выдается вот такое описание, он его генерирует, вполне удобно, его тоже можно отредактировать. И можно вставлять спокойно в свой список. Еще один генератор, который можно использовать, и он достаточно удобен. Это генератор на сайте Reference Generator.net. Очень простой, интуитивно понятный, можно там перейти по ссылке в меню, либо сразу кнопочку генерировать онлайн, бесплатный, достаточно удобный, никакой регистрации не требует. Что у него удобно, из удобного есть, у него достаточно широкий выбор стилей. Здесь есть и Ванкувер, есть Оксфорд, можно выбрать какой-то другой стиль. И есть, единственное, что не забыть, что вот эти картиночки, это как раз вот те самые вкладки по типам изданий. Мы выбираем по типам изданий. Не забыть выбрать. Но если мы забыли, он нам поиск не будет осуществлять. Вот в отличие от предыдущих генераторов, у него есть такая защита от нашей забывчивости. Если мы какое-то поле забыли заполнить, он нам сразу говорит, нет, дорогой друг, пожалуйста, сделай выбор, заполни вот это поль. Ну, такой дисциплинирующий, может быть, обучающий эффект здесь тоже заложен. Постепенно привыкаешь заполнять все поля правильно. Так что здесь картиночки не для красоты, это выборка по видам изданий. И дальше идет просто заполнение полей по названию, по автору. Причем он здесь пишет, где указывать инициалы, где указывать фамилии. И спокойно получаем результат. Вот здесь мне очень понравилось, кстати, вот в этом генераторе, то, что он выдает результаты. Но, опять же, главное не перепутать фамилию и инициалы. Он их исправлять не будет. Вот как ввели, так он их вам и выдаст. Вот в данном случае была допущена ошибка. Специально сделаю, чтобы вам ее показать. Вот он действительно выводит, он не исправляет ошибки, и он не отмечает это как ошибку. Если вы инициалы поставили сначала, он вам посчитает их как фамилию. Но, тем не менее, все остальное он выводит достаточно четко, быстро работает. Можно также править эту информацию, можно править это описание, и он его сохраняет. Что здесь еще хорошо, что понравилось в этом генераторе, можно создавать не по одной записи, а сразу несколько записей. Такая возможность есть добавить. И сразу, когда вводим информацию, если у нас идет списком, сразу можно оформлять несколько записей. Вот здесь я уже просто не стала вводить авторов, ввела просто абракадаброй, просто проверить, действительно ли он выдаст список. Он действительно выдает список. Он выдает список ссылок, которые можно скопировать и сразу вставить к себе. Ну и сразу править весь список, не по одному описанию, а целиком. Ну вот это вот удобно в этом генераторе устроено. Он достаточно простой, бесплатный и без каких-либо регистраций можно пользоваться. Еще один генератор, который построен, еще один сервис, который использует этот генератор, я вам дам ссылочкой вот сюда. Формат генератор.ком. Вообще вот эти вот три типа генераторов, они встречаются на разных сайтах. Я вот вам сейчас их показала. В основном вот эти вот три генератора. Ну, видимо, создали один и после его по разным сайтам на разных платформах используют. На разных, видимо, условиях. А может, это даже и одна компания, да, таким образом рекламирует себя и продвигает. Ну, вот на том генераторе, том ресурсе, который я вам скинула в чат, ссылочка, стоит ровно точно такой же генератор, который стоит вот здесь. Да, вот на референсис генератор. Точно такая же схема, точно такая же работа. В принципе, может быть, даже это и неплохо, что они, многие платформы дублируют одни и те же генераторы. По крайней мере, есть возможность работать. Если один сайт упал, всегда можно найти замену со знакомым уже пробированным генератором и таким помощником, подскачником, к которому мы уже привыкли. Потому что мы привыкаем к разным системам, да, и не надо перестраиваться. Всегда можно найти подходящий, дополняющий вариант. И по стильным помощникам, по ресурсам, которые уже под конкретные стили. Стиль МЛА. Начнем с него. Есть сайт, прошу прощения, да, сайт ассоциации. Этот стиль разработан ассоциацией современных языков и область его использования. Это в основном академическая, коммерческая печать в области гуманитарных наук. Адрес сайта, на всякий случай, я вам сейчас тоже в чат сюда дам. Он, не знаю, на слайде его, по-моему, нет. Ну, вот тогда даю в чат. И здесь, на этом сайте, представлены шаблоны, представлены в разделе МЛА, Стайл и Центр. Да, представлены все ресурсы, которые помогают нам справиться и составить описание по этому стилю. Что в нем есть хорошего? В нем есть вот эти две вещи. Есть короткий такой гайд по стилю. И есть практическая составляющая, вот эта вторая. Руководство к использованию и интерактивный шаблон. Шаблон и интерактивный шаблон. Вот краткий гайд по стилю МЛА. Здесь дается краткое описание и приводится схема описания вот в такой табличной форме, как что заполнять с уже расставленными знаками. И если мы пройдемся по этому шаблону, то он выглядит из такой вот серии обучающего, не ролика, а стационарного такого представления. Что здесь очень классно устроено, в отличие, например, от тех же генераторов. Он учит работать с этим стилем, составлять описание в нужном стиле. Во-первых, он приводит, вот они в табличке, все примеры, как это должно быть оформлено, со всеми знаками, с нужными шрифтами, где курсивом, где некурсивом. По пропущенным вариантам вот такая подсказочка выскакивает. Он объясняет, что это такое, где это, посмотреть на какой странице того же пособия. Но вот с пособием это отдельная история. И самое главное, посмотрите, обратите внимание, вот эта часть, то, чего я... Ой, 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 аж от волнения даже мышка убежала. Вот эта вот часть обучающая, где в своем источнике найти необходимые данные, откуда их брать. То есть можно очень спокойно, даже чисто интуитивно понять, что откуда берется, куда вставляется, какие знаки при этом используются. И при этом он выводит еще вот последнюю, такую результирующую запись, как это должно выглядеть. Но опять же, это не интерактивный обучатель, в этом может быть его минус. Но плюс то, что такая схема есть. Вот статья из журнала, то же самое. Соответствие, как это должно выглядеть. И внизу приводится окончательно результирующий пример. Причем журналы здесь дается пояснение, как из печатной версии, оформить как печатную версию, и как его оформить, эту вторую часть, журнал электронный. Как оформить статью из электронного журнала, что сюда надо добавить, и финальные вот эти вот примеры, как это должно выглядеть. То есть вполне такой себе самообучающий ресурс для самообучения, вполне очень даже. Хорошо бы вот по каждому стилю, чтобы такие ресурсы были, но, к сожалению, пока я нашла это только в МЛА, такого вот качества. И что у них еще хорошо, точно такая же вещь, очень наглядная, для электронных ресурсов. В данном случае они описывают ссылку на ролик, на видеофильм, размещенный на сайте. То есть не просто пример, а еще вот это зрительное запоминание, что откуда берется, из каких элементов, где это смотреть, где это искать. Вообще, как идея для составления методического пособия, мне кажется, это вообще шикарная вещь. Это можно составить и для себя, и особенно это будет полезно и для вот этой идеи взять, для библиотекарей, для библиографов, для преподавателей, когда мы составляем пособия для наших студентов. Но все равно они эти многостраничные методички не читают, а вот в таком формате легко быстро найти и достаточно легко использовать, чисто интуитивно становится понятно. Есть у них и интерактивный, из автоматизированных помощников, есть интерактивный шаблон, в который мы можем, можно воспользоваться и создать свое описание. Что здесь тоже из плюсов? Разные области. Они обозначены разным цветом. И такие ключи, что относятся к заголовку, что относятся к заглаве, и меня вот это порадовало, потому что в свое время, составляя такой список образцов, базу образцов библиографических описаний, я сама до этого дошла, когда увидела это у этой ассоциации в этом учебном пособии, просто порадовалась в одном направлении мыслим. Я тоже разные области описания выделяла разными цветами, чтобы хотя бы по цветам это запоминалось. И когда вы заполняете, у вас поля, соответствующие нужному цвету, нужной области, они выделяются отдельным цветом. Тоже, кстати, для понимания и для знакомства с особенностями описания это очень удобная вещь. И вот так оно заполняется. Мы вводим уже сюда свои данные, ставим нужные знаки. Вот они, кстати, здесь уже стоят. Нам их остается только повторить. И у нас автоматически нужная область подсвечивается нужным цветом, и мы ничего не забудем, не упустим. Но результат. Вот единственная проблема, все бы хорошо, вывод результата. Он выводится вот в таком виде. Одно хорошо, что с цветами. Все по частям заполняется, они выделяются, но в таком виде он и сохраняется. Здесь нет, в этом шаблоне он рассчитан только под создание отдельных записей. Здесь нет полного создания списка, полного референсис. То есть мы создать можем только по пунктам, по ссылочным, если можно так сказать. И вот в таком виде себе скопировать. Единственный вариант это через copy-paste. Ну, соответственно, в таком виде он и вставляется в вордовский файл. То есть здесь нужно потом еще форматировать весь список, убирать эти цвета, иначе у вас вот так вот и останется квадратиками. Но пробелы, знаки при форматировании, они сохраняются. Пробовала, попробовала вот эту вот запись вывести на вордовский файлик. Все нормально встало, все пробелы, где нужно, они остались. Но цвета нужно убирать. Ну, такой вот небольшой минус у него есть. Кстати, по поводу... Есть у них еще вот этот шаблон оформления в формате PDF. В ресурсы я его вам загрузила, поэтому можно эту страничку брать и использовать. Но это может быть для каких-то обучающих целей, не знаю, либо для себя, чтобы натренироваться. Вот помимо... Ну, по крайней мере, хотя бы иметь представление о том, что, как и пишется, такую подсказку, когда мы даже если вручную составляем описание, у нас есть подсказка по вот этим знакам, что, как заносится. Ну, такой-то шаблон есть. И в PDF-файле, и интерактивный на самом сайте. Вот по этому адресу stylemla.org можно выйти на этот такой помощник, если нам нужен этот стиль. Очень часто в нем идут отсылки к хэндбуку. Еще один такой полезный помощник по стилю MLA. Это такой MLA-хэндбук. Руководство. Это универсальный набор инструкций, которые авторы могут применять к источникам любого типа. Здесь, конечно, больше вариантов и больше нюансов рассматривается. Это самый авторитетный, наверное, источник по стилю MLA. Последняя редакция была в апреле 2016 года, то есть он очень свеженький. Его целевая аудитория – это в основном ученики школ, колледжей, преподаватели и преподаватели университетов, студенты. Плюс к этому руководству есть еще несколько пособий. Если на сайт вы зайдете, они эти пособия предлагают. У нас этим пособием рекомендовано. По нормам форматирования, цитирования, которые широко используются в академическом и профессиональном письме, по тому даже, как писать научные статьи для изданий, которые работают на стиле MLA. То есть там очень много полезной информации. В основном этот стиль используется для письменных работ по лингвистике, филологии в области английского языка, по английскому языку и литературе, исследования других современных языков и литературы, культурология, исследования средств массовой информации и по смежным дисциплинам. То есть такая гуманитарная в основном направленность филологическая. Но есть небольшой минус. Бесплатно этот сборник не распространяется, даже по подписке. То есть это стоит денег. Ну вот он нам сразу предлагает его купить. Указывается цена. Здесь цена, по-моему, не очень большая. Там что-то около, в последний раз я видела около 15, по-моему, долларов. Но если нужно, тогда, да, тогда покупаем. Тогда покупаем и пользуемся. Он нам необходим для работы. Если нет, если это разовое или нечастое обращение использования этого стиля, тогда нам достаточно вот этого быстрого генератора. По гарвардскому стилю, несмотря на то, что это самый, наверное, древний стиль описания еще в конце 19 века, пришел он к нам из биологии и из зоологии, Эдвард Лоуренс Марк, зоолог, профессор анатомии Херса и директор Гарвардской изологической лаборатории. Вот для оформления статей в области биологии и зоологии они придумали вот такую вот вещь, пояснять пояснительные сноскы и цитирование. Да, и что туда записывать. Фамилию, год и была еще вот эта вот пояснительная сноска. И, ну, это самый широко используемый на сегодняшний день, наверное, стиль. Претерпел значительные изменения с того времени, естественно. И сегодня вот этот Гарвард референсинг считается одним из самых доступных стилей. Хотя я зародился в биологии, но сегодня используется для большинства направлений, особенно в гуманитарных, социальных, исторических науках. Что здесь? В основном, если пользоваться генераторами, то это вот те генераторы, которые мы с вами рассмотрели, либо аналогичные им. В отличие от многих цитирующих стилей, здесь нет единого официального руководства. Многие учреждения предлагают свои собственные уникальные руководства по гарвардскому стилю, и у каждого есть свои некоторые нюансы. Особенно, когда дело доходится до пунктации, порядка информации, правил форматирования. Но самое, наверное, известное и часто рекомендуемое, в том числе и специалистами, работающими с базами данных Скопус, это издательство Эмиральд. Там есть гарвардский пособие, учебник по гарвардскому стилю в формате такой инфографики, наверное, представленной. Но, опять же, получить его можно только по подписке. Нужно оставить свои данные, да, и с рассылкой вам придет этот учебник в формате PDF. То есть электронного такого учебника там нет. Есть несколько помощников, которыми можно пользоваться и в удаленном формате. Это, например, очень интересная вещь. Мне попалась в Йоркском университете по гарвардскому стилю. Университет Йорка предлагает вот такую вещь, которая помогает нам с гарвардским стилем разобраться. Тоже не генератор, но очень хорошее руководство, интерактивное руководство. Здесь, например, вот эту ссылочку, которую я вам скинула, на сайте представлены, например, разделы. Есть наиболее часто встречаемые вопросы по гарвардскому стилю, такой факт, файл. И здесь есть плюс, то, что краткие руководства по гарвардскому стилю, и, кстати, не только по нему, но и по тем, которые тоже используются, а здесь их достаточно много, и Ванкувер, и есть Оскола, есть тот же МЛА, Чикаго и многие другие. Вот если нажимать на нужный стиль, выбрать нужный стиль оформления, они сделают такой очень интересный ход. Здесь можно скачать совершенно бесплатно вот это руководство по нужному стилю, но в формате PDF. Это руководство попробовало скачать, да, краткое руководство, тоже выкладываю его вам в ресурс. По остальным стилям также можно найти нужное руководство, если вам необходимо, и скачать их. И плюс, каждый стиль, если мы будем открывать по стилям, примерно одна и та же структура, то есть у них получается такой хороший путеводитель, навигатор по разным стилям оформления, в том числе и по гарвардскому стилю. То есть сначала рассматривается, что это за стиль, особенности оформления, и дальше пошли частные вопросы, как оформить, а что делать, если на сайте есть, надо ли включать веб-адреса в текстовую ссылку, если автора нет, то что надо использовать и так далее. То есть здесь, что делать, если не могу найти автора источника или дату публикации источника, то есть наиболее часто он построен в таком формате ответов на наиболее часто встречаемые вопросы. Вот в этом его преимущество быстро можно найти тот ответ, который нас интересует. Еще один ресурс, который работает с гарвардским стилем, которым можно воспользоваться, опять же, это не генератор, это изи-про. Ссылочку я вам тоже на всякий случай в чат продублирую. Что здесь есть полезного по гарвардскому стилю? Очень большое количество образцов оформления на разные примеры и разные примеры. Подсказки, образцы, много ресурсов, ссылок и вполне очень удобный гайд, которым можно пользоваться. Но, опять же, такого чистого генератора по гарвардскому стилю нет. Он скорее входит в один из мультистилевых генераторов, и там можно найти уже автоматическое формирование ссылок. И еще один стиль, по которому и есть такие помощники. АПА – это стиль Американской психологической ассоциации, тоже один из древних. Первое издание было в 1929 году, вышло. В основном это оформление цитат источников в области социальных наук, психологии и образования. Но используется многими медицинскими журналами. Руководство по публикации, вот этот мануал, содержит ценные рекомендации по разным аспектам процесса записи. Причем не только в библиографических описаниях, но и по статьям. То есть это такое расширенное руководство по тому, как вообще оформить свою статью в этом стиле. Там есть советы даже по выбору заголовков, таблиц, рисунков по оформлению научного стиля статьи. То есть это не только по библиографическим описаниям. Есть учебные пособия вот на этом сайте. Если перейти на сайт Американской ассоциации. Для студентов, аспирантов, ученых по обучению стилю. Часто из минусов они часто в бумажном версии присутствуют, либо в PDF. И практически все вот это обучение это платная вещь. Есть даже онлайн курс по обучению стилю АПА. Вот он следует построен на последней версии шестого издания руководства. Но стоимость, и закончив этот курс, можно спокойно подготовить полностью рукопись от вводных ключевых слов до референсис. Но стоит этот курс не дешево. Где-то порядка 80 долларов он стоил. А для аффилированных членов организации около 60. То есть дорогое достаточно удовольствие. Но тем не менее, на сайте есть часто задаваемые вопросы. Есть раздаточные материалы, которые можно найти. Но тем не менее, из бесплатной части. Чтобы не было нам так грустно. Есть бесплатный генератор, который даже регистрации не требует. По стилю АПА. Вот он находится на этом ресурсе, на этом сайте. Scriber.com И достаточно просто с ним работать. Тоже простой выбор. Выбираем нужный тип источника. И дальше, как в любом генераторе, отмечаем только, что это у нас. Вот здесь уже более тщательная работа, наверное, с фильтрами была проведена для этого генератора. То есть мы выбираем, целиком ли у нас книга. Либо это многотомное, наверное, издание. Либо это часть из книги или многотомника. И дальше, также подсказки в полях ввода, что сюда нужно ввести. Можно добавлять авторов, если у нас несколько. То здесь более такая удобная, более спокойная для нашей работы форма представлена. И дальше просто заполнение полей. И он выдает нам готовый результат, который можно скачать и использовать. Но опять же, вот в таком виде. Вот в таком виде он выдает. Причем здесь есть плюс. Он выдает два варианта, как было в одном из наших генераторов. Это сети форм, по-моему, у нас было. Он выдает, как это надо указывать в тексте, как давать ссылку в тексте. Как ее правильно оформить. И выдает вариант для оформления в референсис. То есть вот это, конечно, здесь очень здорово, удобно. Можно загрузить, можно забирать себе. Но опять же, сохранение списка и формирование готового списка здесь не предусмотрено. Зато есть вот такая вот удобная вещь. И по этому генератору, кстати, есть несколько вспомогательных ресурсов. Есть краткое руководство по цитированию стиля АПА. Находится оно вот здесь. Ссылку я вам сразу в чат кидаю. И есть то, что называется фагом. Разные вопросы. Как работать с генератором. И те вопросы, которые у нас возникают при работе с этим стилем. Которые тоже можно на этом сайте найти, посмотреть. И в случае возникновения каких-то вопросов им воспользоваться. Ну вот это вот основные генераторы, которые мы с вами используем. Которые мы с вами рассмотрели. По турабину мы посмотрели уже выше. Это и чикагскому стилю. Это выше генератор EasyBip. Вот он в основном для чикагского стиля предназначен. Хотя там есть возможности посмотреть другие стили. Реже чикагские стили используются. Чаще всего вот эти вот три. МЛА АПА и Гарвард могут нам встречаться. Потому что чикагский он разрабатывался и турабина. Особенно они в основном для студенческих работ. Итак, коллеги. Мы с вами добрались практически до конца нашего обзора. И сейчас я вам предлагаю сделать следующую вещь. Я вам бросаю, заброшу сейчас вот сюда в чат список генераторов. Пока просто почитайте, с чем мы будем работать. Надеюсь, что у меня список скопируется. Вот эти семь генераторов, которые мы с вами прошлись, посмотрели. Отлично. Список есть. Вот эти семь генераторов. Попробуйте выбрать любой. Один. У тех, у кого, конечно, есть такая возможность. Один или два. Открыть, посмотреть, попробовать самостоятельно сделать там описание. Пускай даже лучше всего какой-то конкретный, если у вас есть конкретный запрос. Если нет, то попробуйте любую книгу. И в чат, во вкладку «Вопросы», не сюда в общий чат, а во вкладку «Вопросы» написать очень коротко свои впечатления от практической работы с этим генератором. Я сегодня специально не открывала рабочий стол, потому что компьютер немножко начал капризничать и показала вам просто в форме статических слайдов на презентации разные генераторы. Но одно дело посмотреть, послушать, другое дело попробовать самому. То, что мне показалось легко и просто, может показаться сложным для вас или наоборот. И я вас попрошу сейчас буквально минут пять уделить внимание этим генераторам, зайти, посмотреть, попробовать, выбрать из списка любой, который вам больше нужен или наиболее интересен. И потом свои отзывы очень коротко написать во вкладку «Вопросы». Пишем очень просто. Номер выбранного генератора, какой стиль вы там использовали, если это мультигенератор. И дальше плюсик, просто перечислить преимущество, что вам там понравилось. Минусик, просто перечислить, что не понравилось или показалось сложным. То есть много писать не надо, войну и мер. Просто очень коротко такой список, на первый взгляд, как пользователя. В чем плюсы, в чем минусы. Для тех, у кого такой возможности нет, мы посмотрели поработать непосредственно сегодня ручками. Тех, кто уйдет работать, я попрошу потом вернуться назад. Я сделала вот такой опрос. Тогда будем пользоваться той информацией, которую мы смогли посмотреть на сайте. Я сделала опрос по этим, я его сейчас открою. По этим генераторам, которые мы сегодня рассмотрели, они идут в том же порядке. Ваша задача, просто что больше всего понравилось. Если нет возможности поработать и написать вкладку вопроса, тогда просто заполним опрос. Какой из этих генераторов привлек наибольше ваше внимание? Где вам показалось проще и удобнее? Каким из них вы бы воспользовались? Причем здесь есть возможность свободного ответа. Понятно, что это не все многообразие, которое существует в среде интернет. Возможно, у вас есть свои какие-то варианты. Может быть, есть свои какие-то любимые генераторы, которыми вы уже пользуетесь. Или ресурсы полезные. Пожалуйста, можно дописать во вкладку свободного ответа. Итак, коллеги, время пошло. У нас есть, давайте, 5 минут и 5 минут, 10 минут отведем на посмотреть, попробовать и ответить на вопрос в вопросе. И с тем, чтобы к 13.10 нам уже завершить нашу сегодняшнюю встречу. Итак, коллеги, напишите, пожалуйста, в чат. Опрос открылся? Наверное, нет. Ага, виден ли опрос? Просто поставьте плюсики. Так, а сейчас? Ага, все, отлично. Отлично. Вот так забудешь нажать кнопочку и сидишь в недоумении. Почему никто не отвечает? Неужели сегодня ничего полезного не было? Спасибо. Спасибо, все открылось, отлично вижу. Свои варианты тоже можно писать. Свой вариант, если у вас есть чем поделиться или чем-то пользовались, даже если не помню совсем точное название, тоже можно туда дописывать, принимается. И посмотрим, кто у нас сегодня победит. Евгения Юрьевна. Они приводят хороший вопрос, Евгения Юрьевна. Вот они правят то, что я пишу, они правят те данные, которые я ввожу, вот то, что я увидела в этих генераторах, под тот стиль, который я выбираю. То есть они, вводимые мной данные форматируют под нужный стиль описания. Но вот что я, например, увидела во всех этих генераторах, и вот вопрос, вы правильно задаете, зачем мне это нужно. Вот мне понравились те генераторы, тот же формат генератор, последний из мультигенераторов, что я ввожу, не задумываясь о знаках. Я просто ввожу фамилию автора, инициалы, и название статьи, и заполняю дальше поля. А он сам уже расставляет знаки, расставляет пробелы. Вот это удобно. Да, 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 Евгения Юрьевна, вот в некоторых генераторах, смотрите, какая фишка есть. Я просто ввожу, вот там, где идет такой шаблонный ввод информации, поле, введите автора, я его ввожу. Вот во втором генераторе у нас такое было, помните, ручной ввод. Вот сюда, в это поле, введите фамилию автора, я его ввожу, а вот сюда введите инициалы, я их ввожу, не задумываясь о знаках, какие мне там нужно ставить, о пробелах, об этом я не думаю. Я просто ввожу текстовую информацию в отдельные поля, а он уже сам их генерирует. Вот это вот чисто работа генератора. Но большинство из них, если посмотреть, они то же самое, как в Орде. В Орде же тоже есть встроенные генераторы ссылок, но там нужно знать точно, как вводить автора в начале инициалы, в конце инициалы, ставить запятую, не ставить запятую. А он их просто собирает и выдает, пробелы может быть расставляет, а выдает в нужном виде. Но он их не редактирует. Вот во многих генераторах такая, кстати, штука есть. Вот почему в МЛА они даже вот этот шаблон интерактивный предлагают распечатывать, дают возможность распечатывать в файле PDF, когда составляешь описание, чтобы смотреть, ты в поле должен сам пользователь ввести нужный знак. Он должен поставить кавычки. Генератор за него это не делает. Я понимаю, почему так сделано. Так проще его создавать. Потому что когда требуется только ввести, например, название, а генератор сам уже расставляет кавычки и сам делает его курсивом или некурсивом, это дополнительная работа. Потому что когда попробовала по ГОСТу 2003 сделать такой генератор, где минимум задумываться, максимум просто в нужные поле ввести нужные данные. Я вот тоже с этим сполкнулся. Это очень лишняя работа на программиста и на того человека, который составляет разрабатывать саму структуру этого генератора, поля ввода, вывода, все это продумать. Но у меня, например, получилось сделать такую вещь, что он сам знаки расставляет в зависимости от той информации, которую ввел пользователь. И плюс еще фильтр туда добавила. То есть меньше требований к пользователю, больше к самой программе. А, нет, Евгения Георгиевна, последний вопрос. Не припутает ли он инициалы с названием издательства? Если вы вводите в поле название издательства, то не припутает, он его так и выдаст. Заполнение полей и готовые шаблоны с вами выходят. Так, смотрю, у нас еще сейчас глянем вопросы Марина Евгеньевна. Муна? Да. Вопрос по поводу апа. Не выводит. Не выводит. Софья Владимировна, сейчас посмотрю, что у нас написала. Очень хороший вопрос. Софья Владимировна Красовская. Это ресурс, который не только выполняет функцию форматирования сырлок, но осуществляет транслитерацию. Есть ли такой ресурс, который вообще все сделает за нас? И транслитерирует, и название правильно подберет, и мечта. Нет, я не смеюсь, я серьезно говорю. Это просто мечта автора, чтобы был такой ресурс универсальный. К сожалению, пока не нашла. Если найдете, коллеги, сигнальте моментально, что оно появилось. Транслитерации нет. Кстати, во всех этих генераторах, во всех этих помощниках, подсказчиках, сразу говорю, это не транслитерированием они не занимаются, они не переводят. Это нам надо через транслит сначала сделать, а потом уже загонять сюда. Название издательств и журналов так, как они называют себя на английском языке, такого тоже нет. Почему? Вопрос финансов. Сделать можно, но трудоемкость процесса, это же все вручную сначала кто-то туда набирает. В базу-то сначала формируется. Все эти английские общепринятые названия издательств и журналов надо собрать. Нужно сделать отдельные инфоблоки, нужно заполнить их элементами и только потом простроить связки. То есть это очень серьезный проект, это очень серьезная программерская работа, и я понимаю, почему этого пока нет. Это очень трудно сделать, потому что я пробовала такие вещи. И сейчас еще пробую делать, но больше для себя, потому что интересно, но и само нужно, что называется, но и поделиться, если получится. Это безумно тяжело, поэтому без целого отдела программистов, контент-менеджеров, верстальщиков, которые будут заниматься этой работой, это невозможно. В одиночку это сделать нельзя, силами двух, трех, даже десяти человек, это очень проблематично. Это, во-первых, очень долго, трудоемко, и в конце концов мы все равно упремся в финансы. То есть если этот проект, эта работа будет финансироваться, в принципе можно. Но опять же, потребуется целый штат людей, которые будут отслеживать актуальность информации. То есть поменяло издательство или журнал свое название или нет, отслеживать актуально, убирать неактуально. То есть это целая история. Но в принципе задача очень интересная. Я могу сказать вам, Софья Владимировна, наши мысли совпали, мечта такая и есть. Вот сделать бы такую вещь универсальную, потому что то, что мы отсматриваем, они, те ресурсы, которые есть, они в чем-то помогают, в чем-то, у всех есть свои преимущества, недостатки, их достаточно много. А вот сделать что-то такое глобальное, это, конечно, пока, к сожалению, пока на уровне большого желания и идеи. Но попытаться почему бы нет? Если отработать схему, то, может быть, можно будет это как-то масштабировать, а может создать прототип, искать источники финансирования. Но, к сожалению, это действительно очень трудоемкая вещь. Итак, коллеги, время наше почти истекло. Мы сегодня посмотрели с вами те помощники, те ресурсы, пособия, которые могут нам помочь при составлении описания, что-то из них в формате PDF существует и может являться таким настольным справочником, информационным ресурсом. Есть ресурсы, которые оказывают нам такой помощь в интерактивном формате, есть попытки сделать генераторы. Вот три основных таких типа генераторов мы сегодня рассмотрели. Из двух групп это многостилевые и работающие с конкретным стилем. Опрос, голосование провели, попробовали, посмотрели. Да, я понимаю, что времени на то, чтобы разобраться во всех тонкостях, преимуществах или недостатках, конечно, ни 10 минут, ни даже одного вебинара не хватит. Поэтому ссылки, во-первых, в чате остаются, во-вторых, можно их оттуда забрать себе, во-вторых, они и есть в презентации, которую вы можете скачать. Можно еще раз посмотреть на досуги, попробовать и написать свои впечатления, написать свои отзывы в той же нашей группе, например, поделиться. Я думаю, что мы все будем благодарны тем, кто будет с нами делиться своими находками. И у нас выявились победители. На первом месте с 8 голосами у нас референс-генератор. На втором месте скрибер по стилю аппа. И дальше остальные у нас как-то набрали общее количество, не очень высокое количество голосов. Но да, в принципе, два самых, наверное, удобных с точки зрения пользователя-генератора. О, референс-генератор ушел в отрыв, прибавив еще один голос. Отлично. Ну что, коллеги, тогда опрос мы... Я тогда останавливаю. Так, ну и... Ага, пошли, пошли набирать. 21 человек у нас проголосовал. И результаты опроса тогда... Я, наверное, нашу группу тоже выложу. Попробую посмотреть, покажет или не покажет он у нас результаты опроса. Пока. 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 Попробую сделать вот так. Так, ну и результат опроса, не знаю, видно ли, и вывожу их на открытый экран. Ага, ну надеюсь, что результаты видно, да? Кто у нас победитель? Ох, набрал у нас референс, генерирует 10 голосов. Я все думала, успеет ли до круглые цифры, пока не остановим опрос. Успел. Ура. Победитель есть. Так, и в свободных... А, свободный ответ у нас тоже скрайбер. Скрайбер, скорее, скрайбер. Тоже скрайбер. Тогда у него получается у нас даже 6 голосов. 6 голосов за скрайбер. Ну что ж, коллеги, тогда я останавливаю наш опрос, закрываю его, и мы с вами на этом сегодняшнюю встречу с вами заканчиваем. Вкладка «Вопросы». Еще я посмотрю вопросы и попрошу, Павел Юрьевич, мне эту распечатку из вкладки «Вопросы» передать, для того чтобы, я смотрю, там много таких серьезных вопросов, на которые сразу не ответишь, где можно загрузить презентацию с предыдущего семинара. Розидана Ильевна, презентация загружается только из папки ресурсы и только по текущему вебинару. Но если есть такая необходимость, вы мне можете написать на том же Фейсбуке или в группе, или в личном сообщении. Я вам просто тогда эту презентацию дам за прошлый вебинар. Марина Евгеньевна, спасибо большое за отзыв. Спасибо большое коллеге. Вера Валерьевна, спасибо большое за то, что увидели какой-то недостаток. Очень интересно про стиле МЛА. Очень трудно просто набирать в полях, почему-то набирает в обратном порядке буквы. Вот это интересно, посмотрю даже сегодня, потому что вчера у меня все нормально набирало. Очень интересно, то ли это у вас что-то с компьютером или с тем устройством, с которым вы выходили, то ли это действительно там может быть какой-то сбой. Ну, всякое бывает, техника есть техника. Может быть, это действительно недоработка. Посмотрю еще раз, у меня вчера нормально набрало. Но все равно, спасибо, очень здорово, что написали, интересно. Абракадабра. Надо же, вот такое тоже с генераторами случается. Слетит один стиль и все, и все заново переделывать. Ага, большое спасибо коллеге за сегодняшнее участие. Мы с вами заканчиваем. И я передаю слово Павлу Юрьевичу. Но заканчивая, это не значит, что мы еще с вами прощаемся. Мы встретимся с вами прямо перед Новым годом. 28 декабря будет еще один вебинар, поэтому приходите. Может быть, даже какой-нибудь подарок новогодний приготовлю для всех участников. Все, всем спасибо. Ну, не сразу перед Новым годом. У нас еще 29-го будет вебинар. Вот, так что не самый последний вебинар будет у Татьяны. Ну что ж, коллеги, спасибо большое всем за участие. Татьяне огромное спасибо за введение сегодняшнего вебинара. Приходите к нам в Директ Академию. Директ Академия – это вебинар каждый день. Каждый рабочий день мы проводим вебинар. Следующая неделя у нас, полная неделя, тоже будет вебинаров. Приходите, будет интересно. До встречи в Директ Академии. До свидания.